очень 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 древний велосипед atom racing 1.5 x country xc 150 такое сложное название значит судя по переключателю и по внешнему виду ему больше десяти лет а вот судя вот по этой наклеечки что дали награды тысяч в этом году это велосипеду вообще наверно лет 15 а то и 17 состояние очень хорошего сперва чистый катается девушка хорошую сухую погоду даже село видите практически еще не протерто ничего не повреждено значит какие здесь были проблемы 1 с апреля покрышки то есть велосипед хранится на даче катается на нем только летом только в сухую погоду но забывали накачивать и соответственно с апреля две покрышки и одна камера тоже с апрела поменяли вот где-то полторы тысячи примерно получается две новые покрышки камеры и замена далее у нас обода в очень таком достаточно уставшим состоянии протертым есть небольшие восьмерки и к сожалению их уже не поправить то что уставший обод и вот так вот выглядят колодки то есть все вот это вот вот этот металл видите да все вот это протирает обод и соответственно этому буду осталось жить годик задняя втулка в хорошем состоянии передняя втулка немножечко уже по хрустывает но я перебирать их не буду потому что к сожалению все равно эти колеса откатаются наверное один сезон а то и два из-за того что обода уже сильно уставшие протертые придется их менять и соответственно зачем перебирать сейчас втулки если они точно год отъездят все равно через год менять колеса потому что на старые втулки новые обода спицевать смысла нету спицы тоже уставшие поэтому скорее всего через годик клиент купят полностью новые колеса с новыми втулками соответственно сейчас мы экономим деньги сейчас мы втулки не перебираем потому что смысла в этом нет никакого с трансмиссии очень сильный люфт заднего переключателя я его весь смазал он такой грязненький закисший был закидывает отлично наверх скидывает плохо мощности пружины не хватает очень большие люфты у него вот здесь во всех плоскостях скажем так но работает все нормально передний переключатель то же самое он тоже немножечко там внутри протертый пришлось даже немножко подгибать плоскогубцами чтобы ему нужную форму придать чтобы он закидывал и скидывал сейчас все работает отлично и самое интересное это вот такие древнющие были монетки левая закисла на пятерки то есть она на 6 7 не переключается а передняя вообще очень туго ходит прям я не знаю меня сил не хватает со всей силы практически перещелкиваю и вот одна тормозная ручка тоже вот так вот сломано поэтому поставили дешевые китайские монетки 3 на 7 они сейчас нормально работает адекватно вообще все четенько все очень круто соответственно были новые тросики и рубашки имеют тоже не стал то что рубашки достаточно хорошем состоянии просто подрезал то есть 15 лет велосипеда рубашки не меняем это прям нонсенс какой-то просто чуть-чуть подрезал все настроил все работает замечательно тормозные тросики тормозные рубашки вообще не менял только вот поменял задние колодки все отрегулировал но пружинки немножко уже тоже уставшие то есть пришлось винты закрутить практически до самого конца чтобы пружина сильнее отжимала тормозную колодку иначе вот восьмерочка небольшая имеется порядка миллиметра и в одну сторону в другой стороны она не правится и начинаешь тянуть и обод слишком сильно слишком легко мнется потому что он достаточно по такой сильно протертый здесь уже канавка с той стороны она еще глубже с левой стороны поэтому на данный момент вот такие небольшие работы то есть замена двух монеток замена двух покрышек и настройка всего этого дела получается достаточно бюджетный ремонт через год замена колес желательно поменять задние переключатели ну наверное желательно поменять передний переключатель если конечно будут им пользоваться девушки обычно на второе звездочки катаются скорее всего надо менять тоже супер уже изножим 100 процентов износ звездочка вот этих вот самых любимых тут 2 износ средней звезды но опять же вот тут если человек будет кататься спокойно может ему и менять ничего не надо может еще и пару лет спокойно себя отъездит без замена, но по-хорошему полная замена трансмиссии, полная замена колес, замена обоих переключателей, и, наверное, уже тогда будем менять и рубашки, и тросики, все вместе. И, может быть, вот даже и тормоза, но тогда уже ремонт будет небюджетный, тогда, мне кажется, проще рассмотреть покупку нового велосипеда в эти деньги. Каретка, как ни странно, тоже живая. То есть, вот видите, человек катается только летом, только в сухую погоду. Каретка живая, вообще проблем нет. Рулевая, крутится, ничего не закусывает. Странно, что вот переднее колесо, видимо, может, в лужу куда-то заезжали. Чуть-чуть. Ну, то есть, вот так вот крутится оно идеально, вообще не закусывает. А когда руками снимаешь колесо и руками ось крутишь, чувствуется, что там есть небольшие мелкие дефекты. Может быть, в яму в какую-то заезжали, из-за этого там конуса повредились. Но, опять же, я говорю, менять я их не буду, потому что очень сильно протерто вот это вот уже, ну, как очень сильно. Большой износ, большой износ выдержит, год отъездит, а может и два. И тогда уже менять колеса целиком, поэтому сейчас смысл трогать втулки и переплачивать за переборку втулок смысла нету, потому что все равно они уже через годик будут меняться на новые. Вот такой вот велосипед, очень древний, но при этом состояние прямо вообще отличное. А, ну еще седло менять, соответственно, тоже. То есть, грипсы, наверное, тоже надо будет менять, потому что они уже такие достаточно задубевшие. То есть, наверное, через пару лет владелец меняет велосипед на что-то более современное, может быть, даже с дисковыми тормозами. А пока еще поедет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok